сегодня пока ездила в город муж говорит приходили с водоканала и сказали будет сегодня после обеда размораживать воду и вот спросили будем мы дома находиться или куда-то уйдем смотрите прискакала многим не нравится наша эта крыса как многие называют но это кошка их одна меня любит она от меня не отходит ни на шаг до василиса и многие говорят что это совершенно две разные кошки хотя это совершенно одна и та же кошка а я еще и получила и не боюсь я ее не целовать ничего потому что она у нас чистенькая мы ее купаем а я мы и проглистогонили сейчас еще одну таблеточку дадим ну там не таблеточку там часть таблеточки видите чё она делает козюля такая а так она очень ребята ласково но она очень игривая и очень любит по спине и по ногам подниматься забери свет пожалуйста и а то мне так неудобно она очень меня любит теперь ждем когда нам разморозит воду надеюсь что сегодня не разморозит потому что у меня стирка ребята копится я так мелочевку могу конечно вручную постирать я ее постираю но были на все равно на большую семью в мелочевку только постирать это нереально очень надеюсь что разморозит я в них верю ладно дорогие друзья если воду разморозит я вам сразу же сообщу об этом спасибо всем за вашу поддержку всем желаю крепкого здоровья и всего самого хорошего у нас на улице так хорошо что маша с оксана и гулять ушли я постараюсь там какую-то пещеру копают дети у меня и там за забором у нас сегодня теплосети делают воду теплосети водоканал тут сегодня ходит весь день у нас на улице так хорошо так тепло ай прям благодать пишите какая у вас погода у нас начал снег тает слава тебе господи дорогие друзья у нас вечер и мы сейчас пойдем в садик нас размораживают воды представляете у нас сейчас время к пяти часам подходит у нас на кухне тоненькая тоненькая струечка воды идет это классно сегодня со мной идет якурушка в садик одна пока еще не хожу с собой охрану беру сегодня в роли охрана у меня сына мамин охранник надеюсь сегодня нам воду разморозит я хоть стирку поставлю и посуду нормально помою ладно идем садик все пришли домой идем потихоньку думаю егора пакет несет там ваня с мариной и идем потихоньку я тоже пакет несу но я легкий у меня с хлебом а егор там несет мохи то он себе попросил и этот томатную пасту ладно идем домой у нас вечер ну время 7 часов вечера и хочу вас обрадовать у нас есть вода оксана уже моет посуду но сейчас постараюсь вам показать так вот включу у нас есть вода я уже поставила первую стирку сушить я очень рада спасибо большое вода каналу что так быстро решили нашу проблему я очень вам благодарна и мы уже начали использовать новую кастрюлю муж пока мы ходили в садик до что он сварил пюре сейчас вам покажу видите пюре полная кастрюля пюре классно а также пожарим колбаску всем доброе утро дорогие друзья мы идем в садик как всегда начинается утро с нашей тропки которая всем ужасно не нравится ну чё я теперь поделаю ладно идем в садик сегодня марину кое-как разбудила хотя вчера на ус легла без двадцати девять и снова где-то ближе к десяти и чё сегодня все равно не могу разбудить марину хоть ты как-то тресни уже в восьмом часу разбудил я гру марина мы сейчас на автобус опоздаем кое-как разбудила вида марина спать хотят вчера у нас здесь водоканал делал теплосети но это отопление среди сегодня 5 пар валит вчера говорят там полный колодец был и побросали весь стройматериал на работу убирать все здесь прибраться и этот щиток бы переделали бы они вообще было бы хорошо то дети наступает вот так вот рухнут они туда и пипец будет и опять пар идет мне кажется там опять вода стоит ну что вообще кошмар какой-то я пришла домой уже ты мой тайс и идем домой всем желаем хорошего дня я вчера на радостях то что воду дали очень долго стиралась и вообще почти полночь простирала под утро уже можно сказать спать легла но зато довольны что большую часть белья я постирала если не дай бог воды опять не будет у меня хотя белье постирал детей еще надо стираться сегодня буду стираться весь день так что вот такие вот дела муж у меня уже убежал на работу сегодня вроде погода желает хорошая быть надеюсь что будут хорошие всем хорошего дня всем здравствуйте еще раз я сейчас прибираю на столе чтобы начать резать хлеб на сухарики у нас сегодня солнце такое сильное аж слепит погода шикарная на улице а ребята дома сидят гулять не идут оделись одевайтесь и идите на улицу я все окна открою проветривать давайте прям щас одевайтесь и выходите а не кушал господи шевелитесь а сейчас ребят отправлю и все хочу окна открыть проветрить дома пишите какая у вас погода будет тоже очень интересно ваня ваня в стакан тарелку только не убрали и ваня в стаканчик хочу сухарики сделать это давно обещаю обещаю все время нету сделать то плохо нету еще что-то пора заняться сухарями так что такие дела у нас что ты хочешь кушать а ну иди разогревай пока отключаюсь так дорогие мои что нам понадобится для сухариков но сначала хлебков из чего будете делать сухарики и нам надо этот хлеб для начала очень очень мелко нарезать сейчас я вам примерно покажу как нити на тоненькие слайсы эти слайсы будем на тоненькие кусочки эти тоненькие кусочки мы будем еще резать на маленькие маленькие кубики сейчас покажу на какие и так оно во первых быстро просушится ведь вот на такие вот маленькие кубики мы будем сейчас нарезать весь этот хлеб можно еще мельче если кто сможет или не сможет крупнее ну там конечно все любят по-разному мы хотим маленький сделать наподобие магазинского чтобы что-то получились у нас в харике вкусовые сейчас я нарежу весь хлеб и покажу что у меня сколько нарезала так все почти две булки изрезала пока сейчас это поставлю в духовку сушиться и нарежу еще одну булку тоже потом наделай сухариков ну что ставим в духовку сушиться на противень обязательно помешиваем когда сушим чтобы они равномерно все просушились открыла все окна проветрить и честно подоконник еще видите протереть там мне этот сейчас покажу вот в этом цветке вот этот вот как называется мимоза по-моему осыпалась идти на окно надо протереть и окна наверно промыть на какие-то пятна на окнах такое ощущение как будто руками их трогали вот здесь вот на этом окне там немножко пятно есть сейчас я заставлю пускай окна промоет а я пока другими делами заниматься и цветок надо пересадить вот этот вот видите выпал цветок надо посадить ладно занимаемся домашними делами может быть но это не